Продолжаем. Они танцуют, играют в футбол и выполняют заданные команды. А в будущем, возможно, смогут даже частично заменить человека. В КБГУ прошла Олимпиада по робототехнике. Школьники представили свои проекты студентам, а те, в свою очередь, показали возможности инновационного научного центра вуза. С подробностями наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. Это почти то же самое, что и железный конструктор из советского прошлого, только с двигателем и особой программой. Задать ее можно с помощью обычного компьютера. Роботы разных уровней, от простейшего до экспертного. И если сегодня школьники собирают больше игрушки и учатся мыслить технически, то уже завтра это будут полезные машины, способные выполнять, к примеру, работу по дому. Данный робот имеет неограниченные возможности. Он может делать все, что угодно, смотря какая программа в нем стоит. То есть он может танцевать, может двигаться, может играть в футбол, может драться, может даже делать сальто. Это новое в образовании направление уже внедрили в 14 школах республики. Робототехнику вводят в начальных классах как обязательный предмет. А в одном из нальчикских детсадов умные машины изучают даже малыши. Вы не представляете, какая супермотивация у детей, как это им интересно. Нам всем сейчас срочно надо браться за то, чтобы объединить всех детей мотивированных заниматься робототехникой и создавать какой-то мощный технопарк, потому что надо этих детей в дальнейшем перспективе удержать здесь, в республике. Они могут дать мощный рывок и любому производству, и любой науке. Инженерно-технический факультет КБГУ впервые стал площадкой для проведения Олимпиады по робототехнике. Здесь с этой темой хорошо знакомы. По признанию специалистов, роботы для современного человека – это и польза. Они легко могут заменить трех-четырех человек и в то же время скрытая опасность. Этих же людей они со временем могут оставить без работы. А это роботы уже другого уровня. Редкие машины, позволяющие моделировать, корректировать и выпускать любые детали. Стоимость такого механизма – 6 миллионов рублей. Инновационный научно-образовательный центр КБГУ, который, кстати, считается одним из лучших в России, оснащен тремя такими аппаратами. Учащиеся инженерно-технического факультета могут заниматься наукой, даже будучи студентами. Он может делать все сварочные работы, которые, в принципе, есть на сегодняшний день. Победителей и проигравших на этой Олимпиаде не будет. Так решили организаторы проекта. Работы всех участников уже признаны лучшими. Интерес к робототехнике растет из года в год. Многие учащиеся планируют связать свою жизнь именно с этой сферой. А те, кто уже сделал свой выбор, учатся здесь, в КБГУ. Инженерно-технический факультет ровно через месяц выпустит первых специалистов, в дипломе которых в графе «Специальность» будет надпись «Робототехника». Нуржан Кубадиева, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария.